Мы продолжаем следить за трендами и сегодня покажем вам новый модный аксессуар Цветок на связи Женя, магазин пряжи и нитки И сегодня я расскажу вам, как создать вот такой аксессуар, который можно повязать на шею, на руку Использовать как дополнение к сумке, шляпке или даже как пояс Все товары из этого видео вы можете посмотреть по ссылкам в описании к ролику А сейчас давайте переместимся в куб, вы досмотрите видео до конца и узнаете все секреты создания этого цветка Давайте приступим к вязанию нашего модного, стильного, красивого аксессуара Для того, чтобы связать такой цветок, я выбрала пряжу Натура Это 55% конопли, 45% хлопка Пряжа средней толщины, 225 метров в 100 граммах Хорошо подойдет здесь размер крючка 2,5 Я использую крючок тюлип с анатомической ручкой И очень удобно вязать как новичкам, так и опытным мастерицам Начинаем мы вязать с кольца амигуруми Для этого я обматываю рабочую нить вокруг пальца дважды И делаю первую петлю Дальше провязываю 6 столбиков без накида И после этого замкну вязание в круг Пряжа Натура очень хорошо вяжется крючком Посмотрите, как она ровно ложится, не расслаивается Но и качество крючка здесь, конечно, тоже имеет значение Тюлипом вязать легко и приятно Дальше я затягиваю оба кольца И получаю первый ряд Следующий ряд будет состоять из 6 прибавок И для того, чтобы нам сформировать основу для цветочка Нам нужно будет оставлять передние петли Не задействованными вязании Именно в них мы потом будем вывязывать лепесточки Поэтому все ряды я сейчас буду провязывать только за задние петли Я подхватываю заднюю стенку петли И провязываю столбик без накида В эту же петлю провязываю еще один Получилась первая прибавка Дальше делаю то же самое И так до конца ряда Пока у нас не окажется в ряду 12 петель Все, у нас провязался второй ряд Видите, вот здесь формируется такая дорожка Из передних полупетель И именно за них мы потом будем вывязывать лепестки Далее продолжаем вязать Нужное нам количество рядов В каждом ряду мы делаем по 6 прибавок То есть здесь у нас сейчас в ряду 12 петель Значит в конце третьего ряда у нас получится 18 петель Для этого мы провязываем 1 столбик без накида И далее делаем прибавку И так повторяем 6 раз То есть 1 столбик И дальше прибавка То есть 2 столбика в 1 петлю Все это продолжаем делать за задние полупетли В таком же темпе довязываем до конца ряда В следующем ряду у нас будут прибавки через каждые 2 петли В следующем через каждые 3, через каждые 4, через каждые 5 Вы вяжете размер тот, который вам нужен То есть можно сделать цветочек побольше, поменьше Выбирайте то, что подходит вам Исходя из целей, для которых вы вяжете цветочек на руку Это один аксессуар, на шею другой На сумку третий Все может быть того размера, который вы выберете Я свяжу достаточно большой цветок Поэтому скорее всего мне понадобится сделать 42 петли в последнем ряду То есть у меня будет прибавки через каждые 5 петель 5 столбиков, прибавка, 5 столбиков, прибавка И в конце ряда у меня получится 42 петли В этом месте мы с вами и встретимся Итак, я довязала до конца ряда Сейчас у меня достаточный диаметр для того, чтобы формировать цветок И сейчас я хочу связать тесьму по бокам цветочка Для того, чтобы вязание было безотрывным Чтобы избежать лишних узелочков, кончиков и так далее Что я для этого делаю? Я провяжу один соединительный столбик Чтобы здесь был более плавный переход И сейчас буду набирать воздушные петли Не какое-то определенное количество А просто буду набирать на глаз Нужную мне длину Опять же, здесь тоже сами выбирайте Длину тесьмы, которую вы будете делать Исходя из назначения аксессуара Либо просто можете вязать с запасом достаточно длинные тесемки Потому что потом можно будет их использовать И для того, чтобы завязывать цветочек на шее И на руке несколько оборотов Можно будет тесьму обернуть вокруг руки Длинные тесемки тоже будут смотреться очень красиво и женственно Поэтому вяжем Я буду вязать достаточно длинные Чтобы цветок можно было использовать где угодно Можно, кстати, не только как аксессуар на шею, на руку или на сумку Ну и, например, как пояс Какое-то летнее платье легкое Подобрать таким поясом будет очень красиво, женственно Тогда, соответственно, тесьма должна быть еще длиннее Так что вяжем и не останавливаемся Ну вот, наверное, такой длины оставлю Будет достаточно Что я делаю теперь Первую петлю от крючка я пропускаю А в следующую я вяжу столбик без накида Тесемка будет достаточно тонкая Но все-таки иметь определенную ширину тоже должна Поэтому провязываю ее вот такой высоты Мне достаточно здесь столбиков без накида Если, например, вы планируете вязать пояс Что-то более широкое Тогда можно использовать либо полустолбики с накидом То есть вот такую высоту Провязывать будет более широкий вариант Либо даже столбики с накидом Будет еще шире Я оставлю тоненькую тесемку И буду вязать столбиками без накида До конца цепочки из воздушных петель Я довязала все столбики без накида До конца цепочки из воздушных петель Дальше здесь у меня уже соединительный столбик провязан Сейчас покажу, как я это делаю Пропускаю одну петлю И в эту петлю провязываю соединительный столбик Здесь можно обрезать ниточку И присоединить и начать вязать с другой стороны вторую тесьму Но я обрезать ничего не хочу Поэтому я просто пройдусь соединительными столбиками По половине круга Они нам не придадут особо лишнего объема Когда будут связаны лепесточки Их вообще не будет видно Поэтому для того, чтобы не делать лишних кончиков и узелков Я воспользуюсь таким способом Все вот так я буду провязывать До противоположной стороны круга Здесь снова наберу воздушные петли Вернусь столбиками без накида назад И вот здесь уже сделаю соединительный столбик И обрежу нить Так у нас будут готовы тесемки И мы сможем приступить к вязанию лепестков Итак, у меня провязаны обе тесемки И сейчас можно приступить к вязанию лепестков Начнем мы вывязывать лепестки из центра И будем двигаться к краям цветочка Я ввожу крючок Можно вот прям в самую первую полупетлю Либо если для вас это слишком туго Можно в следующую Присоединяю рабочую нить Кончик оставляем небольшой Достаточно только для того, чтобы его потом спрятать Чтобы закрепить Провязываю один соединительный столбик И далее сейчас начнем вязать лепестки Лепестки я буду вязать с помощью столбиков с накидом Для этого я сейчас пропускаю одну петлю И в следующую Ввожу крючок И провязываю столбик с накидом Дальше в эту же полупетлю я буду провязывать в общей сложности 7 столбиков То есть у меня все лепестки будут одинакового размера Можно, например, те лепестки, которые у вас внутри Делать поменьше, менее объемными Здесь решайте сами, какой цветочек вам хочется видеть У меня все одинаковые Так проще и высчитывать И я примерно знаю, что в конце получится вот такой вариант Они у меня здесь тоже все просто более плотно связаны А дальше становятся такими более разреженными Все, вот у нас первый лепесточек Дальше я пропускаю еще одну полупетлю И в следующую ввожу крючок Для того, чтобы соединить вязание Далее таких лепесточков у меня будет 3 в начале ряда В сердцевинке Опять пропускаю одну петлю И в следующую провязываю те же столбики с накидом Пропускаю на петельку И соединяю Дальше, по сути, мы продолжаем делать то же самое И здесь я предлагаю вам не привязываться к какому-то определенному ритму А вязать лепестки так, как нравится вам Единственное для меня, по крайней мере, было условие Что лепестки должны располагаться в рядах Друг относительно друга В шахматном порядке То есть, если здесь у нас серединка лепестка То примерно здесь должно быть в следующем ряду начало И если они так будут располагаться, будет гармонично выглядеть цветок Но, в принципе, здесь у меня есть и такие места Где лепестки располагаются друг над другом В целом это смотрится тоже красиво То есть, это же природа, это цветы Они могут быть какими угодно Не обязательно их привязывать к какой-то определенной схеме Поэтому, вяжите так, как нравится вам Можно сделать лепесток более длинным То есть, вязать не через одну, а через две петли Здесь, на этом примере покажу вам Сердцевину я, конечно, вяжу более часто Ну, просто для того, чтобы вы увидели Как это может выглядеть И снова пропускаю не одну петлю, а две И в третью делаю соединительный столбик Вот видите, у нас получается Лепесточек такой более растянутый Можно его сделать более собранным Можно более растянутым То есть, здесь не акцентируйте внимание На количестве петель Смотрите по рисунку вашего цветка Как вам нравится его видеть Либо более таким свободным Либо более собранным, плотненьким Вяжите, творите, так как нравится вам И в конце я свяжу со своим ритмом Покажу, что у меня получится Ну, а вы продолжайте вязать И я думаю, что результат вас тоже порадует Ну что же, такая яркая, воздушная, алая роза Получилась у меня И если вы найдете пару часов свободного времени То у вас тоже получится такая же красота Надеюсь, я вдохновила вас На создание новых модных аксессуаров Если это видео было вам полезно И понравилось, ставьте лайки Подписывайтесь на канал Айниток С вами была Женя Магазин пряжи Айнитки Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok